Ты все время переживаешь, что ты стоишь и держишь стол. У тебя есть уникальная возможность. Мне не дали ножек. Не держать стол. Мне дали ножек. Ты страшно выглядишь. Самый классный инструмент. Я так хочу с ней елать. С ума сойти. Я профессионально ел, да? Идеально. Идеально. Что теперь делать? Мне нужно 400 грамм филе. Пожалуйста. Не, 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 ты дали ножек не покрасоваться с ним, а, пожалуйста, филируйте мне рыбу. Филируйте. Нам потом ее нужно будет нарезать на красивые кусочечки. Такие сантиметры, ну, даже полтора или два на два. Ух ты. Ты хочешь сказать, что там не останется ни кусочка мяса? Не знаю. Я же не профессионально ел. Не, ну. Я бы, наверное, сейчас это делала. Долго заглядывая, проверяя. А, ты как-то хит... А ну-ка, рассказывай свою хитрость. Ты как-то кожу растягиваешь. Я не растягиваю кожу, просто кожа скользкая. Я сделал не дырку. Так это надо было озвучить. Смотрите, я делаю дырку. Смотрите, я делаю дырку. Ань, я пришел к знакомому в магазин, и он стоял, пилил осетра. Ну, я так снял такой шот, выложил в ютубе тоже где-то он есть. Режьте, режьте, пилите, шура, пилите. Что там пошло? Там этих, как называется, зондаков. Осетрины? Ну, наверное, человек с ту предложил ему просто отрезать руки. Почему? Он плохо развелся. Ну, по их нему. Ну, он же профессионал. Нет, теперь нам вот так вот. Раз, раз, раз. Эту кожу можно положить. Сапоги из нее сделать. Духовочку. Посолить. И это есть кожа? Запечь. К пиву, к пиву, к пиву. Ага, чипсы. Рыбные чипсы к пиву. Рыбные чипсы. Будем делать? Нет. Не будем делать? Нет. Я серьезно, я серьезно. Это вот очень вкусно. Ну, хорошо. Оставлять. Доставим. Оставляем. Куда мне ляпнуть это все дело? Куда ляпнуть? Не знаю. Я без тарелки. Держи в руках. Стой и гордись. Горжусь. Стой и гордись. Смотрите, заведу тебе. Да. А, шкурку будем делать? Ты кандиловку не делал? Никогда в жизни не ел. Я даже не делал. Никогда не ел? Не делал. А, не делал? Давай. Так. Давай положим пиржамент. Пиржамент мы положим именно для того, чтобы противень не испортить. Теперь у нас как-то не организовывается. Нормально. Так. Ставим его углы из. А теперь мы покажем, что делать вот с этой непонятной субстанцией. Называется рыбная кожа. У меня в 90-е были босоножки с рыбной кожей. Так. Поливаешь это оливковым маслом? Сольем его сливковым маслом, просто, ну, положим, полить чем-то, надо полить. Не сольем, да? Да. Выложим. Она, по идее, сама себе нежирная, хочешь сказать? Или ты так качественно все обрезал, что... А, ну, посмотри. Ты посмотри, сколько мяса осталось. Где? Где, где. Где? Так, мы ее вот так вот. Положим. Ань, у тебя чистые руки, я поняла. Посолить надо просто. Кошерная соль. Кошерная соль, да. Мы сделаем рыбные чипсы. Сильно солить или нет? Будем перчить? Достаточно? Достаточно, да. Мне кажется, хватит. Соль или перец по вкусу. И вот эту вот мы штуку положим кожу в духовку. Она у нас подсохнет, подпекется. Попробуем, что с этого получается. У меня есть темное пиво? Нет. С пивом. Все, поедем. Олег нас порадовал и запек нам рыбную шкурку. Шкурку я в нетерпении поломала. Она безумно хрустящая, безумно вкусная. Это настоящие рыбные чипсы. Я ела картофельные чипсы, кукурузные чипсы. В Америке здесь продаются свиные чипсы. Точнее, из шкварки. Шкварки, но они уже расфасолены по пакетикам. А вот таких вот вкусных рыбных чипсов я еще не я. Очень рекомендую. Как по солености? Кто-то пришел и посолил. Но кто это был, кто-то я не знаю. Кто-то не то, что посолил, а тут сказал, давай еще. Ну, это было не я, честное слово. Но они немножко пересолены, но с пивом... С пивком она будет как раз. В самый раз.